Эл-Джей яркое дарование в российской рэп-тусовке. Знаменитость без ложной скромности утверждает, будто с самого начала знал, что сможет делать музыку намного лучше других. Сегодня мы вам расскажем биографию и интересные факты про Эл-Джея. Настоящее имя рэпера Эл-Джея – Алексей Константинович Узенюк. Он родился в Новосибирске 9 июля 1994 года. Музыкального образования у Алексея не было, он осваивал вокал и музыкальное мастерство, одновременно учась в школе, а затем в медицинском колледже. Предстояло сделать выбор – либо он продолжит учебу и бросит музыку, либо пожертвует ради музыки своим образованием и будущей работой. В 2009 году Алексей идет в Абанк, бросает учебу в колледже и курсы вокала. Позже на пике успеха певец Эл-Джей скажет, что университет, работа – это для тех, кому нечего сказать людям. Он выбрал творчество, потому что был готов к самовыражению. Тот самый случай, когда ты делаешь что-то не на показуху, а в первую очередь для себя или для тех, кто понимает, о чем это. Либо так, либо никак. Это знак благодарности моему отцу, моему маме, моему брату, всей моей семье за все, что они сделали для меня. Несмотря на то, что Алексей стал популярен относительно недавно, свой первый альбом он выпустил в 2013 году. Диск назывался «Гундеж» и состоял из 11 песен. Наверное, всем интересно, что же значит сочетание «Саянара бой», которое встречается во всех песнях артиста. Так вот, это альбом Узенюка, который вышел в 2016 году. Тогда он принял решение записать пластинку с совершенно новым звучанием. «Саянара» с японского означает «до свидания». Так исполнитель прощается со своим старым стилем и выходит на новую ступень творчества. Самый распространенный вопрос, который слышит Узенюк, о глазах стекляшках. Алексей утверждает, что тут нет никакого скрытого подтекста, линзы он носит для поддержания образа. В жизни же он ходит без них. После ошеломительного успеха розового вина между Элджеем и Федуком возник конфликт. Исполнители являлись представителями разных лейблов, и команда Узенюка была недовольна, что в названии песни на YouTube первым указан Федук. По просьбе правообладателей клип на некоторое время был заморожен. Позднее конфликт был исчерпан. Видео разблокировано с измененной последовательностью имен. У Элджея есть свой собственный лейбл, в котором состоит одесская группа «Черное кино». Элджея является самым богатым в рейтинге молодых российских исполнителей. Его совокупный доход за 2018 год составляет примерно 53 миллиона рублей. В начале сентября 2019 года Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея. Алексей Узенюк стал официальным лицом компании Yves Saint Laurent в рекламе одной из парфюмерных линий. Ставь лайк, если любишь творчество Элджея. А в комментариях указывайте интересные факты, о которых не было сказано. Также не забывайте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Впереди еще много интересных выпусков. Субтитры подогнал «Симон»!